Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не зря сказал, что это естественная потребность человека к естественному состоянию своей души, Богом данным состоянием Люди раньше старались быть святыми, стремились к святости Да, были грехи, да, были искушения, да, были соблазны Но каждый человек в той или иной мере, в меру своих сил старался бороться с плохим в себе Старался жить по воле Божией, по западным любви к Богу и ближним Старался не нарушать, а выполнять святую волю Божию Старался жить по-совести Почему это было? Потому что, во-первых, люди сами так хотели А во-вторых, жили по учению церкви По учению Слова Божия То есть люди жили церковью И по Слову Божию То есть учитель был один Бог и церковь И в же данный Богом Сейчас у нас, ну не то чтобы сразу А постепенно появился другой учитель Сначала он стал в виде различной литературы Которая начинала только с хорошего И первая книга какая была? Апостол А потом пошло, пошло культурно Сначала рассказчики благочестивые Потом романчики хорошие такие, безобидные Потом дальше больше, дальше больше, дальше больше И пошло, понеслось Сейчас у нас у всех другая церковь Дома стоит И другой наставник Телевизор И с одной стороны Мы понимаем, ну да, мы в Бога вера Ну конечно, но Давайте посмотрим Как он повлиял на нашу жизнь Что бы мы ни говорили Что мы независимы от экрана Что бы мы ни говорили Что мы независимы от того Что на нас оттуда изливается Мы все почти мыслим Как нам излагает телевизор Мы все воспринимем, как он нам навязывает И к жизни, что самое главное К вере, к церкви, к Богу А особенно Все относятся так Как нам это представляет телевизор Все абсолютно Причем А что вы, что нет Я так не думаю И тут же это и говорит Значит, что Есть другой, в кавычках Наставник Который нас Уводит от Бога Причем уводит так Хитро Он не то, что вот увел Не сделал безбожниками Не сделал атеистами Не сделал там Другую веру переманил Или всех Нет Оставайтесь Единственное чего Не выполняйте волю Божию Или выполняйте по минимуму Сделайте то, что вам хочется Живите как вам живется Как вам хочется Как нам удобней И для этого нам еще Много всяких таких вот нюансов подсказано Нюансы какие? Ну то, что мы все устали у нас У всех там Мы не высыпаемся У нас много работы И жизнь тяжелая У всех стрессов Поэтому не ходим в церковь Потому что нам некогда Или же Ходим, да, ходим Но Так или иначе Давайте сейчас поставим Вот лет сорок назад Какие люди были Намного добрее Больше было добра между людьми Больше Лучше были отношения Как в семье Любовь была Как в коллективах Были какие-то дружеские Уважительные отношения И что мы имеем сейчас Когда человек Человеку в полном смысле Этого слова Когда мы все стали Упрямые Строптивые Наскрырные Умный каждый стал Раньше Если кто-то что-то интересное Говорит Все слушают Сейчас мне Каждый хочет Говорить А слушать никто То есть это вот Я Я Не только я Это месовские качества Получается что? Что нам прививается? Нам прививается Что да Бог Хорошо Да Надо Все правильно Церковь Вот она Ходите И мы ходим Но Любовь к ближнему Теряем Любовь к Богу Теряем Добро тоже теряем И много чего теряем А что остается Так вот Мое Я И с этим Я Я Богу Нам за это будет За такое отношение Мы приходим К Богу Стоим Перед Богом А свой характер Извините Не очень Хотя я мягко говорю Настырный Своевольный Я Нет Ну это Когда начнешь Ну ты пойми Вот так и так Ну да Но это же раньше Так было Сейчас батюшку Все по-другому Сейчас равноправие Женщина, мужчина Детей и взрослых Начальников Подчиненных Сейчас везде Равноправие А это просто Повод для гордыни Молодые ты старые Кого не возьмешь Любой категории Это просто Отговорка Для гордыни Никто Ничего не отметил Если мы дадим Ребенку равноправие Наравне со взрослым Он от этого Взрослым не станет Он ответственным Не станет Умнее не станет Серьезно Ответственное решение Приматить Он не станет Он кем был Кем он должен быть Пока не станет взрослым Вот я так Пример Привожу А мы как Вот мне выгодно В данном случае Равноправие Я его Калачу его Мне она не выгодно Я так говорю Нет Я начальник Это унионный А начальник Хочет быть равноправным А почему он хочет быть равноправным С начальником По зарезу хочется Но это Можно так На мелочах Примеры пройдет Дело не в этом А дело в том Что Святость Я еще раз говорю Это естественное Состояние Души Которую мы потеряли Которую мы Запачкали И естественно И это то К чему мы стремимся Каждый человек Стремится Должен стремиться И мы это понимаем Мы это чувствуем Но Но Нас обманули Нас обманывают Нам внушают Что К святости Или по крайней мере К праведности Можно прийти С упрямством Со своим мнением И мы уже С этим сроднились Смирились И уже Это твое мнение Или чаще Вот Приходится Слышать такое Это вы так думаете То есть Священник человеку говорит А Почему я говорю Священник Потому что Священник говорит Не свое А говорит Божие И он Никогда Ничего не думает Потому что Он говорит Божие Думает тогда Когда не знает Вот как Решен Вы сам пойти Или сам пойти Так же Или так А когда Бог сказал Вот все начертан Все указано Все сказано Тут не думают Тут говорят Как Бог велел Передают То что Бог сказал Так Условно Но дьявол Это ты так думаешь То есть Тут у тебя Свои мнения А у меня Свои мнения То есть Я пришел в церковь Со своими мнениями А то что Священник говорит Свое мнение Ну это его мнение Это его проблемы А я вот Так думаю И вот Это как раз Есть наше Отпадение От церкви Я всегда Привожу пример Если в армии Каждый солдат Начет думать Это будет армия Или бардак Армии не будет Если каждый солдат Начет спорить С офицером Армии не будет Это будет базар Большой А в церковь Та же сам армия Армия в битве С нечистой силой Так и здесь Каждый из нас Умный Каждый из нас Все знает Каждый из нас Спорит И каждый Кому-то Что-то доказывает В итоге Дьявол С его добился Мы распыляемся Ведь Почему Чем армия сильная Да тем Что это Одна воля Каждый Добровольно Подчиняется Одной воле Большая Огромная сила Точно так же Церковь Она еще сильнее Потому что Все должны Подчиняться Одной воле В воле Божией Да Через священников Да Через епископов В воле Божией Так Таица Поссоединяется Чего-то с другом И с Богом И вот Здесь-то Опять какую-то Изоляцию Какие-то Клиния Убиваю Я Нет это я Так Думаю Что мне там Приказ Свыше Что мне Воля Божия У меня есть Свое мнение А у кого Первый Повел свое мнение У сатаны Поэтому сейчас Времена Причневукавые Времена Причневукавшие Каждому Навязывается Внедряется Свое мнение И мы От этого Свого мнения Все страдаем В семьях Мира нет Любви нет Почему? Потому что У живых Свое мнение У мужа Свое мнение У детей Свое мнение И каждый Кричит Ты меня Не понимаешь Конечно Если я свое мнение Не хочу понимать Так Откуда 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 Понимание У нас Коллектива Сейчас Кого не послуш Везде Только вот Такие отношения Ну и Есть Уникальное Такое Понятие Женский коллектив Все Знаете Женский коллектив То есть Хуже Быть Не Можем То есть Это уже Что-то Близко Камер Женщины Собрать А почему? Ведь Можно быть Бесовским Коллективом А можно быть Человеческим Коллективом Независимо От пола Преобладающего В этом коллективе Но мы Настолько Укоренили Своей гордыни В троптивости В своем Я В своем Вомнении Что Уже Уподавляем Свой коллектив Приближаем Нечистые силы Уподавляем Своей чистой силы И уже Какой-то Лужин Или начальник Или какой-то Гнут Моральный Или финансовый Чтобы нас Как-то мог Немножко Этот коллектив В руки взять А сами Не хотим А ведь можно И каждый может И святость То в чем Борьба за Святость Потому что Каждый Борется С собой Каждый Борется Против своего Мнения Почему Мое мнение Плохое Мое лично Плохое Потому что Мое мнение Это то Что мне Бес Подсказывает Поэтому Мое мнение Оно всегда Неправильное Оно всегда Так и иначе Подпорчено Дьяволом Но мы Это мнение Почитаем Возволим В рамках Какого-то там Чего-то такого И получается Что я Не свое Мнение Протаскиваю Массы И в жизнь А мне Того беса Который Меня Искушает И получается Я Слугой Дьявола Если я Живу Не по Божьему Мнению А по Своему Мнению А сейчас Хожу Дьяволом И каждый Из нас Это делает И мы Это почему-то В упор Присновать Не хочем Мы Это почему-то Забываем И свое мнение Всем Навязываем Дело Не в том Прав Или Неправ А дело В том Что Я Сопротивляюсь Я Умею Гордыню Своеволю Своем Райм Вот и все Может И прав Человек Навязывает Своё мнение Кому-то Может Он Прав Так Но То Что У него Гордыню Распирает Он Свою правоту Добивается Любыми Путями Так Хотя Знаешь Бесполезно Доказывать Это У него Своё мнение Тоже Упрямое Вот В этом И беда А Практика Показывает Что Кто прав Он обычно Уступит Тому Что Кто неправ У себя Более Настюр Более Настюр Более Скромно Замолчил Уйдется В тени Все Ладно Осталось Сомнение А нам Чтоб Мы спорили Дальше Кинули Идеи Тоже Эту тему Поднимал В споре Рождается Истина Во-первых Кто Это Сказал Я Всех Спрашиваю Кто Это Сказал Никто Еще Ни разу В жизни Не ответил Кто Это Сказал Такой У этих слов Нет автора Никто Конкретный Не сказал Никто Древний Этого Не сказал Значит Нету Автора Никто Значит Автор Никто Дьявол И действительно В споре Кроме Упрямства Ничего Не рождается Кроме Обиды И злобы Ничего Не рождается В споре Умные Люди Но не будут Упрямств Но все равно Каждый Останется Про свое мнение Кто Уступит А кто Может Огонь Уступит Но Останется Про свое мнение А истина Не от спора Рождается Истина Бог Истина Боге Истина У Бога Другой Истины Быть не может Мы это Забываем И создаем Каждый Себе Свою Маленькую Истину Истина Она одна Так как Бог один Поэтому Все то Что мы В жизнь Пытаемся Навязать Продолгнуть Это уже Не Божие Так вот Вернемся В святость Святость Это борьба С собой И святые люди Это те люди Которые могли Смирить себя Победить свою Гордыню Прямо Строптивость Которые Победили Малодушие Трусость Мучники Ведь Ничего нового В жизни В этой нету Святых Заставляли Сейчас Прими номер Третья шестерками Одна Говорит Принеси жертву Стоит Идл Стоит Давай Бумажку Задим Принес Все Туда никто не трогает Живешь хорошо Без проблем Ты сделай Формально сделай Ну что тебе стоит Но принеси ты жертву Они не понесли Они не испугались Ничего Ни репрессий Ни наказания Ни пыток Не испугались И Две тысячи Этых церковь Прославляет А вот те кто Смолодушечил Так про них Как-то И Во-первых Про них Тут же забыли А второе Каково им там Сейчас После смерти Другая тема Даже Те кто Вроде бы как Смолодушечил Потом вроде как Вернулся А все равно Даже в истории У них К ним отношение Такое Не ахти какое А вот те кто Не смолодушечил Не испугался Так Победил Кого Так сказать Дьявол Каждого человека Искушает Трусостью Каждого Молодушем Искушает Только что Одни это побеждают И поэтому они смелые А другим Поддались Поэтому они трусливые Святые Это победили Святые Победили Другие моменты Как вот Было допустим В годы Не столь отдаленные Когда Пальцем показывали Смеялись Насмешки всякие Все остальное Так Это же было И в те времена Там В начале христианства Когда-то Пытали А когда-то просто Смеялись Издевались И такими считали А они не побоялись И они тоже святые Потому что Они Не поддались Духу Этого времени Они не поддались Тому Тем славостям Которым Господом В мире В тот момент Они Поэтому Святые Ну и мы Сейчас Что имеем Вот то же самое Другой раз Перекратиться Стесняемся Другой раз О вере Неправильно Говорим Потом Святые Это еще Те Апостолы Проповедники Это те Кто Сумел Сохранить Своё Самообладание Самое Главное Нас Спровоцировали На спор Вот я Сейчас Закажу А имеет Глубокую Веру И когда Этой Верой Говорит Вот тогда Его Все Слушают И с ним Спорить Не будет Никто Его Слава Будут Принимать Все Так вот Апостолы Равноапостолы Проповедники Многие И как И формируцировали Хотя В книге Я не Почитаю Тоже На спор Постоянно Пытались На скандал Для Господа Иисуса Христа Постоянно С ним Пытались Спорить Чего-то Вот ни с кем Он не спорил Одно Слово Скажешь И все Все Заткнулись А мы Поддаемся Даже Опять Мы Ухлодяемся От святости А ведь Могли бы Могли бы Вот здесь Кстати С одной стороны Казалось бы Проще всего Ни тебе Ни позора Ни мученичества Ни тебе Со страстями Бороться Тоже Нелегко Правильно А просто Правильно Себеги Когда говоришь Убокий Цель Как раз Тому Хоть пытается Спорить Но не Поддайся На Просто Искренне С глубокой Верой Говори Это будет Иметь Большую Силу А они Нас Потому Пал в гордынь Ума Я сейчас Докажу Я докажу Все Грош Мецена Так вот Можно Много Различных Я не буду Попробованных Которые ушли Бороться С страстями А нам Страсти Как сейчас Культивируют Телевидение Ведь так Или иначе На всех Они действуют И уровень Ненормальности Я понял О чем я говорю У всех Повысился Резко Не в ту сторону И неправильно А люди Уходили Именно Чтобы бороться Один на один С своими страстями И побеждали И мы знаем Примеры Например Ну того же Антония Великого Когда Безболит Ты не спишь А я вообще Не сплю Ты постишься Я вообще Не ем Но почему Ты сильнее Меня Вот какой Силы Достигали Мы здесь Опять Не очень-то Хотим бороться Поэтому Можно привести Примеров Много Но мы должны Помнить о том Что святость Это то Естественное Состояние Которое у нас Было Которое мы Обрели в крещении Потеряли в грехопадении Обрели в таинстве Крещения Имеем возможность Обрести в таинстве Испыне Причастие Но мы почему-то Почему-то Всегда Загаживаем Почему-то Это то Естественное состояние Которое мы должны Стремиться Потому что Бытие с Богом Близость к Богу Это и есть святость И святость Достигается Именно усилием Над собой Трудом над собой Работой над собой Напряжением Своей воли Причем Ежесекундным Постоянным Контролем Своих мыслей Чувств Эмоций Постоянным Заставлением себя Делать так А не так Говорить вот то А не то Что мне хочется сказать С одной стороны Вроде бы это легко С другой стороны Не так легко Ну с третьей стороны Можно Каждому можно Но у нас У всех Нам дьявол Подсунут Духовную лень Духовный комфорт Жить не напрягаясь А это Самое страшное Нам что в Евангелии Неоднократно говорится Путь в Царство Небесное Тяжелым трудом дается И еще там Узкие врата И так далее Тернистый путь Много на эту тему сказано И вот Мы не должны забывать Про этот вкусный путь То есть Работа над собой Борьба с собой И этом Достигается Наше очищение Наше приближение К святости Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok